всем привет с вами руслан на ремонте у нас телефон фирмы dex модель ml 145 телефон включается функции клирует но тач у нас отказал как известно на телефоны фирмы dex в челябинске запчастей нету так что что-то с тачем будем решать так без запчастей или возможно заказом запчастей из китая сейчас откроем посмотрим снимаем заднюю крышку извлекаем аккумулятор к слову он здесь вот такой вот толстый на 4000 миллиампер стоит сим-карта и также выбираем о сорванной пломбе на болту мы видим что телефон тот раскрывал уже и телефон сброшенный возможно кто-то пытался восстановить тач путем сброса думали что он просто завис но к сожалению это не так выкрутим все винты их здесь не так много все винты должны быть одинаковыми извиняюсь за ракурс надо что-то делать с камерой не знаю по свет этих комментарий может быть сверху к и прикрепить или снизу по-другому на статье получается вот так либо мне неудобно сидеть либо я закрываю половину рукой все винты у нас все выключены берем инструмент для скрытия корпуса образовавшуюся щель мы вставляем этот инструмент и проходимся по периметру защелкивая тем самым все защелочки все расщелкнули инструмент в сторонку выпала кнопка боковая не страшно убираем открываем нашу крышку здесь у нас динамик и антенны верхней части и в нижней главное не повредить нас интересует шлейф скрина он находится вот в этой части вот так выглядит сразу видим намокшую пластинку индикатор влажности он покраснел и некие следы окислов в этой части в основном плата вся целая сухая как предполагалось шлейф у нас маленько пострадал также у нас пострадал коннектор но не сильно давайте извлечем системную плату чтобы она не мешала убираем кнопки питания отклеиваем кнопочки шлейфа кнопок под корпуса 1 и аккуратно 2 кто-то уже пытался здесь что-то делать кнопкой как видим у нас отклеена подложка возможно телефон уже куда-то сдавали принес дедушка дедушек правды не дождешься даже если куда-то сдавали они скажут что телефон никто не открывал отклеили вторую кнопку теперь смотрим где у нас шлейф дисплея шлейф дисплея у нас в нижней части платы с другой стороны коаксиальный кабель мы уже отключили также у нас еще имеются здесь болты которые почему-то затянут очень сильно один и второй больше болтов я не вижу приподнимаем плату у нас там шлейфик раз и два самозажимные платы поджимаются потом защелкиваются и и подклеим вибромотор чтобы его не подпаивать слегка под разобрался ничего страшного соберем обратно он приклеен слегка приклеим скотчем плата нам пока что не нужна с этой бедой я пока разбираться не буду посмотрим шлейф тачскрина поближе уберем этот скотч сам чип тачскрина без окислов отклеим шлейфик и посмотрим на него поближе вот так выглядит шлейф поближе видим подгнившие дорожки сейчас зачистим и посмотрим еще разок под зачистил шлейф и видим как минимум одна дорожка у нас в обрыве сейчас попробуем ее восстановить и проверим может быть оживет так шлейф пропаял в ходе пайки еще одну дорожку обнаружил что она отгорела также восстановил вот так это выглядит не совсем аккуратно но зато надежно все дорожки прозвонили между собой ничего не коротит все хорошо сейчас собираем телефон обратно и проверяем и так дорогие друзья телефон у нас собран давайте попробуем включить есть картинка уже хорошо сим-карту я уже стоял обратно также закрутил болты я думаю на этом ремонт окончен если конечно там не android выше 5 и не сработала фрп блокировка так как телефон кто-то пытался сбросить давайте посмотрим пока запускается если там фрп блокировка сейчас будем снимать блокировку я просто не знаю какой android но судя по оформлению 4 тач у нас работает вай фай пропускаем да да дал нам пропустить вай фай значит у нас android 4 телефон запустился давайте проверим тач настройках все хорошо по телефоне до 442 очень повезло что android у нас здесь не 5 проверим звонилки до звонилки все отлично работает нижние клавиши также отзываются очень все хорошо давайте закроем заднюю крышку вот такой был простой ремонт редкого аппарата фирмы dexp на который к сожалению запчасти в челябинск не возят но тем не менее мы смогли его оживить всем кому понравилось ставьте лайк кому не понравилось дизлайк я не обижусь подписывайтесь на канал с вами был руслан до новых встреч пока пока